Сегодня же все прогрессивное человечество отмечает еще одну памятную дату. 70-летие освобождения Свенцима или Аушвитца. В польском городке фашисты устроили один из самых страшных лагерей смерти. Клавдия Александровна Ковачич, тогда 18-летний комсомолка из Черкасской области, попала в плен в 1943 году и два с половиной года провела в одном из лагерей Освенцима. Завезли нас в страну озверелою, где построены концлагеры. Произвол для врага здесь открытый, чтобы терзать партизанские сердца. Выжили благодаря взаимовой ручке. Клавдия Александровна вспоминает, как шустрая Тамара с Дальнего Востока воровала хлеб и поддерживала подруг. Это позволило не умереть. Но, когда пришли наши, силы узников все равно были на исходе. Начали нас кормить, начали переводить, потому что очень много больные были. Вот, измолченные были. И мы больше лежали на нары. Труд освобождает, было написано на воротах этого конвейера смерти. Освободиться в январе 1945-го, когда в Освенцим пришли солдаты Красной Армии, смогли 7,5 тысяч человек. Около полутора миллионов погибли. И миллион сто тысяч из этих погибших были евреями. День освобождения узников Освенцима советскими войсками Организация Объединенных Наций объявила Международным Днем памяти жертв Холокоста. А для Клавдии Ковачича 27 января – день, когда началась ее вторая жизнь. Елена Гальперина, Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков. Республика.